Встреча с Восточным экономическим форумом Восточный экономический форум на Русском острове стартовал 2 сентября. Одна из локаций, где проходят важные встречи – улица Дальнего Востока. На уникальной в своем роде выставке представлены все 11 федеральных округов. Именно в этих павильонах в течение трех дней будут заключаться экономически важные договоры. Одним из первых Сахалин подписал соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и компанией ВГК о реализации проекта по строительству ветропарка. Сахалинская область подписала ряд и других значимых соглашений. Среди них сотрудничество по вопросу разработки предложений по созданию проекта «Умный город», реализация инвестиционного проекта лесоперерабатывающего комплекса и другие. Острова должны стать доступными каждому. Такую идею несут соглашения, подписанные в рамках форума. Губернатор Валерий Лимаренко и глава Ростуризма Зарина Дагузова документально заверили, что в регионе появятся зимние чартерные рейсы. Обособленность Сахалина и Курил давно ставила знак вопроса в плане транспортной доступности. В этом году жителям и гостям островов буквально развязали руки. Открыли чартерные рейсы, ввели широкофюзеляжные самолеты, снизили цены на авиабилеты. Вслед за этим в рамках Восточного экономического форума Сахалинская область подписала целый ряд соглашений, которые поспособствуют в дальнейшем развивать туризм на островах. Речь о новых чартерах только теперь уже зимних. Я очень рада, что наша программа не стала, скажем так, только разовой. Она по системной основе продолжается. То есть у нас летние чартеры очень успешные, очень популярные. Вот Тарас Александрович подтвердит, что широкофюзеляжные самолеты летали при полной загрузке. При том, что это первый год реализации программы, плавно перетекает в зимнюю программу, в зимние чартеры. И я уверена, что мы в следующем году продолжим эту программу уже на такой системной регулярной основе. И будем делать Дальний Восток и Сахалин, в частности, доступнее и ближе для наших граждан. Спасибо огромное вам, Валерий Игоревич, за поддержку. И Тарас Александрович вам за то, что этот проект стал возможным. И самое главное, продолжается, развивается. И, как я уже сказала, не стал какой-то разовой рекламной акцией. Летать будет куда. Если говорить о Южно-Сахалинске, то центром притяжения туристов ежегодно становится комплекс «Горный воздух». При этом и другие районы не сбавляют обороты. Сегодня с компанией Туи при поддержке Ростуризма было подписано соглашение, которое подразумевает, что мы с декабря месяца будем пускать чартер для того, чтобы обеспечить туристический поток. Этим чартером будут пользоваться не только туристы, но и наши жители Сахалина и Курилы. Для нас очень важно, потому что это и социальный проект, и туристический. Курильские острова для многих гостей региона остаются желанным местом. Поэтому еще одно подписание коснулось инфраструктуры Итурупа. Там построят современный гостиничный комплекс. Сегодня все гостиницы на год вперед выкуплены на Итурупе. Понятное дело, что это растущий рынок, я имею в виду для бизнеса. А для нас, сахалинцев и курильчан, это возможность в выходной день, чтобы наши семьи могли отдыхать. На Итурупе это чудесный курорт. Вот, собственно говоря, такие большие интересные дела. Это сделано все для людей. Полететь можно не только по уже известным маршрутам, но и принципиально новым для Дальнего Востока. Соглашение о них подписала авиакомпания «Аврора». Дальневосточная компания уже около месяца, как начала свою работу. Мы открыли 20 направлений, новых направлений по Дальнему Востоку. Связали с Петропавловском, Камчатским и Санадарем. Соответственно, жители Чукотки могут теперь через удобные стыковки, через узловой аэродром на Елизово, на Петропавловском, Камчатском, на Камчатке, долететь до Сахалина, до Хабаровска, Владивостока и улететь на Москву. Чего раньше такой возможности не было. В принципе, такая же связь организована с Бурятией, Забайкальем и с Якутией. Мы открыли ежедневный рейс между Хабаровском и Якутском. Поэтому, вот я сам недавно до открытия этих полетов летал на переговоры и в Бурятию, и в Забайкалье. Полет занимал около недели. Ночью неудобно, задержки. В основном полеты ночью. Сейчас это занимает максимум два дня. Теперь партнерами нашего региона в воздушном пространстве стала Республика Саха. Полеты в самые отдаленные уголки Якутии, причем не только из Южно-Сахалинска, позволят сделать полетную карту Дальнего Востока доступней. Я думаю, если мы практически запустим все наши идеи, то жители Курил и Сахалина могут беспрепятственно добраться до дальних удаленных поселков Якутии по приемлемым тарифам и с минимальными стыковками. То же самое мы предоставим жителям Якутии для возможности путешествовать по Сахалинской области. А вместе авиакомпания со своими партнерами делает уже 405 маршрутов. То есть мы сейчас делаем 425. И это только по линиям субсидируемым региональным местам. А еще есть 44 коммерческих направления, которые связывают Дальний Восток с Новосибирском, Красноярском, Токио, Сеулом. Это еще. То есть сеть у нас гораздо обширнее. Работа по всем этим направлениям начнется уже в ближайшее время. К концу этого года жители и гости Сахалинской области смогут оценить стремительный рост авиадоступности и туризма на островах. На Шумшу появится музей под открытым небом. Об этом на пресс-конференции сообщил полномочный представитель президентов ДВФО Юрий Трутнев. Помимо этого на Курилах организуют льготный налоговый режим. Подробности в следующем сюжете. Итоги шестого восточного экономического форума обсудили по видеосвязи. Участие во встрече с журналистами, которая прошла в прямом эфире, принял министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. На ВЭФ-2021 подписали соглашение на сумму более трех с половиной триллионов рублей. Теперь и федеральным, и региональным властям предстоит большая работа для того, чтобы эти деньги пришли в экономику Дальнего Востока. Одним из проектов по привлечению инвесторов станет открытый музей на острове Шумшу. Взятие острова явилось решающим событием в ходе всей Курильской операции, считающейся последней крупной битвой Второй мировой войны. Там планируют построить туристический комплекс. Нужно строить инфраструктуру для подхода плавсредств, соответственно, плюс строить на Шумшу какие-то кемпинги для проживания, потому что погода непредсказуемая, можно зависнуть на острове очень на долгое время. Поэтому, чтобы туристы могли и непогоду переждать, но, естественно, и питание и прочее должно быть. Транспорт должен быть высокопроходимый и не наносящий вреда природе, то есть каких-то на колесах пониженного давления, как мне кажется. Ну и, конечно же, необходимо приводить в порядок. И саму технику, которая осталась, потому что мы этим вопросом занимались несколько лет назад, но, к сожалению, продолжить разграбление ее различными черными копателями с Камчатки. В этом году была экспедиция, они согласованы с областью, и какие-то там предметы вывезли на Камчатку. То есть продолжается разграбление, соответственно, это все нужно охранять. Вопрос транспортной доступности приоритетен для всех островов Сахалинской области. Помимо логистики, обсудили и сферу энергетики. На Кулицких островах практически нет энергетики. Там, по-моему, только на Кунашире небольшая геодермальная станция, а остальная вся энергетика основана на дизельном топливе. Ну, это же не та энергетика, которая по цене и по надежности может нам, скажем так, обеспечить экономический рост. Поэтому нам придется подумать о энергетике на Кулицких островах, придется подумать и о транспортной инфраструктуре. Эта работа началась там, на островах Итурубку, на Ширке, и так мало построено за это время. Полосы построены посадочные, построены социальные учреждения, дороги. Но эту работу надо будет продолжить для того, чтобы туда пришли инвестиции. Работа ведется и в других районах области. Крупные города региона сделают более комфортными. Чтобы привлечь инвестиции в Сахалинскую область, продолжат развивать жилищное строительство и поддерживать развитие туризма. Вы посмотрели новости экономики и предпринимательства. В студии был Владимир Ильин. Берегите себя. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok